ой я вам собиралась про зомби рассказывать сама сейчас с этой жарище прививка жарище соседи перфорасты вообще отсыпаюсь днем в торговых центрах ладно ничего если я сниму штаны температура после что-то тяжело в этом году переносится жара шума ты закончился жива помялся короче мы с вами сходим на продолжение тусовки магической тусовки мы остановились на том что была там женщина тотемная женщина не ходят со своими тотемом я тоже путешествую с тотемом в нижний мир могу идти у меня есть свои тотемы и верхний мир это другие тотемы которые со мной ходят а сегодня будет новая женщина из культа вуду африканского поэтому решила нужно немножко прокачаться на по культу вуду посмотрела около этнографическое кино почитала что пишут пишут полный отстой но это вообще типичная ситуация в этнографии когда исследователи превращается в объект исследований там начинается нужно чтобы был дар чтобы это все понять в этнографическом около этнографическим кино и я нашла интересный момент так что вот на тусовке будет продолжение тотемной женщины про тотемные моменты тоже можно рассказать но наверно в следующий раз в общем пока что достаточно наверное информации что в тотемизме тема что человеческие лениджи как лениджи по-русски вот это вот семейная линия рода короче ленидж идут идет ведет или нет ведется от животного какого-то но тут у нас женщина сама себе на уме сама с открытым даром как обычно эзотерическая тусовка которая научным умом этими ограниченными мозгами не понять но чтобы призвать такой ли там какой-то другой тотем нужно знать первый я объясняю почему вот допустим у вас заяц и вы призываете тигра вот подумайте что получится вот этот тигр напугает зайца зайца от вас вам перестает помогать хотя заяц это прекрасный тотем но люди со способностями шаманы к ним сами приходят тотем а вот ко мне 5 тотемов пришли сами я говорила вы не когда они все побежали это был как зоопарк на тебя бежит и не знаю что делать эта женщина просто восхитительно ее можно и нужно слушать без всякой подготовки в захлёб она правда какая-то гениальная гениальная женщина вот этой мизму это девушка была на той тусовке магической которая вышла замуж за африканца кто нигереец в принципе в африке в аду распространен в западные части это не буркина фасона какая-то пониже я скажу тога нигерия тога бенин короче западная африка там короче база африканского водуна и с колонизации французской он выехал на карибы гаити и так далее самые известные точки воду это гаити куба бразилия но сегодня мы будем больше касаться африканского водуна и гаитянского воду с гаити связано в основном тема зомби и и коснемся и одну из ключевых ролей в распространении водуна играет хиповская артистическое сообщество как с йогой кто был на йогу подкасте видел как культура хиппи продвигает индийские темы на западной около хиповской рокерской культуре и эти все темы выезжают и становятся популярными так что тут не только африка не только карибы а хиппари панки рокеры играет очень важную роль в этих всех вещах короче это в основном синкретические культы которые основаны на африканских культов их характерной чертой является ритуальные тусовки с танцами и одержимостью когда дух входит в кого-то и чувак получает ответы на свои вопросы либо идет исцеление посредством вот этого вселения духа в тусующегося либо изначально он задает какой-то вопрос дух в него входит проколбашивать этот человек и ответ свой получает в воду не ливуду мы видим доступность духов если например шаманизме где тоже есть этот момент одержимости когда дух входит в человека это избранные люди это шаман у которого будут специальные предзнаменования что он шаман и что он может быть медиум посредником и общаться с этим духом запускать его в свое тело то в африканских тусовках нет такого ограничения там есть своя иерархия но все равно в принципе на этой тусовочке любому может расколбасить дух входит все рады поют африканские выдуисты очень обижаются если начинается идея будто бы воду используется для черной магии всяких приворотов наведение смерти боли и так далее нет они считают что воду это для хороших дел у них речь вообще очень характерно она довольно простая лаконичная и прагматичная у этих чуваков вот из буду мы два я могу из буду религию еще одна характерная особенностью кроме тусовок с танцами и вхождением духа в духов людей использование мертвых животных своих ритуалах есть клуб питона что тема что где-то поклоняется питону откуда я это взяла вообще что за клуб питона маша храм питона что такое ну и из колонизации началось взаимодействие традиционных африканских культов с католицизмом в одном ответвлении одного из богов называют бондио понятно дальше по бондио по-французски естественно у африканцев которые считают себя колыбелью воду на есть менее что это все католические священники пустили дурные слухи будто бы воду служит плохим вещам нет воду только за то чтобы все были здоровы и счастливы третий важный момент особенность воду на что колдун наделяем мистическими способностями будто бы он может оживлять людей и использовать их в своих целях и скорее всего при переезде на гаити это все приобрело вот этот вот культ зомби что колдуны могут специально превратить человека в зомби использовать его есть мнение что изначально вот этот вот момент зомбирования играл социальную роль если был человек который как-то отбивался от социум это был элемент наказания священник макс бувуар говорит зомби вуду называется существо священник вудуистский не цвета существо душу которого взял колдун и вследствие этого она оказывается как бы вечным чистилище она только кажется мертвым когда его хоронят заживо человек превращенный в зомби это тот кто совершил серьезное преступление которое в других обществах наказывается смертью или пожизненным заключением в воду мы не убиваем людей фактически не убей заповедь воды синкретизм видите прослеживается вместо того чтобы убивать человека его просто изолируют от общества именно это происходит с тем кто как мы это называем прошел через могилу в общество в которых верят в коловство часто присутствует такая идея что все не непонятное необъяснимое необычное это как-то связано с колдовством если человек как-то умер необычно слишком быстро или слишком странно значит это было колдовство или если человек как стал вести себя странно какие-то непонятные изменения все непонятное списываем на колдовство и был пример когда чуваки заподозрили что их родственница умерла от колдовства они говорят она очень быстро очень внезапно умерла это точно было колдовство и чтобы колдун не превратил ее в зомби не поработил они отрезали голову положили голову в ноги так захоронили образом они защитили свою родственницу чтобы колдун ее не использовал своих грязных делишках также были свидетельства когда чувак пропадал возвращался уже другой зомбированный точно точно зомбированный потому что менялось поведение и были подозрения у друзей что это кто-то из родственников на него сделал вот эту водуистскую тему зомбирования потому что хотел переспределить наследство по-другому или как это этого человека использовать в своих целях короче такая вот идея что колдун как там забирает душу я наверно еще отдельно сделаю ролик разом без лучей на гаити а пока что достаточно я думаю короче все идем смотреть я уже говорила девушка с 15 лет у тотем постоянен у человека до конца жизни постоянный он может другой прийти но вот этот вот как у меня волк основной он у меня остался четыре других тотема они ко мне пришли потому что я их сама выбрала посчитала что мне нужно вниз и вверх ходить со своими тотемами так какой еще по тотемам вопрос подумайте потому что я приду природным покровителям может я говорила что тотемами могут быть животных которых здесь нет вот у нас я встречала вот у дочери жар птица богомолов это птица говорун драконы могут быть все конечно сказала у любого человека как только родился вот и у него дается ангел хранитель который нам дается свыше и так же дается тотем но не мы выбираем я еще раз говорю первого тотема мы не можем выбрать он сам выбирает нас и будет нас сопровождать вот до 15 лет если характер сильно поменяется то он уходит приходит другой опять же тотем выберет в 15 лет не ребенок выберет в 15 лет тотем я вот сейчас только рассказывала да у меня с детства это видение просто не слышали начало да да кто не понял я с детства это все вижу и общаюсь с тотемами так по тотемам все больше нету вопросов позволение вот еще вот я тут просто отметила как можно общаться с тотемами то есть как вы можете его слышать видеть или вот этот вопрос никого не интересует вот вы узнаете свой тотем а как же с ним общаться да интересуют да потому что что-то вы молчите все прослушали а как же вы будете с ним общаться но я вам расскажу самый простой метод как общаться с тотемом вся практика работы и в эзотерике и во всем в этом основана на медитации прежде всего научитесь медитировать медитировать можно вечером но вот я по своему опыту говорю я медитирую утром я встаю пораньше мне очень нравится утром кто медитирует вечером очень легко можно призывать тотем и он может прийти во сне сразу говорю если вы ни разу не медитировали сначала к тотемам даже не лезьте вы сначала научите отключать мозги чтобы у вас была пустая голова когда у вас не будет никаких мыслей сразу говорю неопытному человеку это очень сложно медитировать будут вам лезть и мысли как всякие зудеть брось ты хватит и будете вы решать все проблемы и когда вы научитесь медитировать тогда только начнете призывать тотем прежде чем призвать тотем опять же рекомендую посмотреть видео если у вас не какой-то вымышленный доцем чтобы вы его хотя бы представляли как он выглядит вы знаете по вас исходила сама эти видео я даю образ видео документального отрывка фильма такого тотема как я его вижу мне помогает делать конечно муж я ему все наговариваю мы смотрим потому что я объясняю вот я когда давала характеристику тотема Михаила Агустяна все его знают я сказала что его тотем собака но собака это пудель пудель это не просто пудель это карликовый пудель и плюс еще играет цвет шерсти то есть если вам говорят собака то тут нужно все тонкости знать цвет шерсти порода размер все влияет на характер человека еще это видео я заряжаю на то что мне просит тотем на какую что вам в этой жизни надо быть на данный момент мудрость 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 природный покровитель это то что я опять же вижу в поле человека это деревья дерево одно оно и цветок я наблюдала за людьми и сделала вывод что дерево может меняться у человека но дерево налогает на человека тоже определенные черты характера они очень сильно влияют и третье что я вижу это цветок который есть у каждого человека помогает цветы человеку в жизни во всем used ею а в Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Конечно, вопрос такой, как бы посвящение белых неохотно, но если у вас есть хороший проводник, тот, кто, например, вхож в Куван, ну, то есть в сообщество, тот, кто имеет там хорошую репутацию, то вас посвятят, без сомнения. Просто так, конечно, много туристов туда ездит, есть, естественно, это заработок для них, белый это мешок с деньгами, как всегда, поэтому, если вы едете без проводника, просто как турист, вот, например, 10 января у нас праздник Вуду, в Бенини туда съезжают просто всего мира и туристы, и все Куваны открывают двери, естественно, там вам могут дать посвящение за большие деньги, но это будет не посвящение, а посвящение для туристов. Поэтому здесь самое важное, это просто проводник, грамотный проводник, кому вы доверяете, и который действительно вас проведет к настоящему, потому что там, так же, как и у нас, шарлатан очень много, и с учетом того, что все они Вуду, каждый второй колдун, каждый второй великий жрец и так далее, как бы, здесь нужно, конечно, искать проводника, который действительно вас... Откуда берется проводник? А вот если это ваш путь, и если ваши духи вас ведут... У вас муж этот, да? У меня муж. Мне повезло, я вошла сразу в семью, меня посвящали в семье. А вы видели, как посвятили кого-нибудь еще белого, который прямо нормально посвятился, а не шарлатан, если в общем... Нет. У нас просто, как бы, семья, ну, не настолько открыта, чтобы, да, вот, посвящать себе тех, кто приезжает. Мы просто пришли к своему, там, я не знаю, кто он, троюродный дядя, да, он Букуно, моего мужа, да, это все в семье происходило, то есть я не видела, нет. Вы знаете кого-нибудь еще белого, который настоящие традиции будут? Я знаю только у себя и своих учеников. Других, вот, кто посвящен именно в африканскую традицию, именно в Африке, нет, я не знаю. Я знаю ребят, которые посвящались в афрокубинские традиции, да, то есть, ну, это уже Куба. Это Куба, Бразилия, Штаты, как бы, а в Африке... Ну, они настоящие, или там вы не определяете настоящие, или... Я их просто не вижу, я еще их не видела никого, кто бы заявил о том, что вот я посвящался там-то, там-то, да, как бы. Так, касаемо африканских посвящений, об этом еще сказала известнейшая, уважаемая в нашей традиции мама Зогби. Она живет в Штатах, она сама из Бенина, но живет она в США. У нее очень высокие статусы, она там уже бабушка, и она в свое время сказала... Ее тоже задали вопрос, а как вот, можно ли посвятиться, не ездив в Африку? Она говорит, для африканского водуна самое важное, это чтобы рядом с вами был обученный жрец, а травы, мир единой травы, травы, они есть везде. А травы, нет, не отрава, а травы. А травы есть везде. То есть в африканском водуне самое важное, это наличие жреца. То есть мы везем сюда наши фетиши, все они здесь, все они уже, скажем так, с духами местности уже подружились. Уже духам местности мы также давали, когда первые фетиши сюда привозились из Африки, давали подношение духам земли, духам местности, чтобы это все здесь хорошо работало. Поэтому здесь это все работает, все в порядке. Если кто-то хочет, опять-таки, я повезу сюда гостям, но, ребята, давайте не будем забывать, что это моя семья. И я не могу повезти человека, которому я не доверяю. То есть вы входите в семью. А там люди, которые в культуре, их принимают, эти люди? Их примут, но просто пока еще никто не собрался. У нас то, то... Если приедет ваш ученик и скажет, да вот, я приехала с такой. Без проблем, да. И они его спишут в семью. Да, да, да. То есть если кто-то из моих учеников захочет поехать, во-первых, я, естественно, предупрежу, я дам контакты, я не знаю, дам проводника. Но, опять-таки, проводник это, получается, брат мужа. То есть он проведет и покажет, и расскажет, и ваше имя культа. У нас ваше имя для них не значится, как бы, члены культа. Члены культа, я поняла, примерно, о чем вопрос. У нас есть несколько градаций инициаций. Когда вы доходите до статуса жреца, который имеет право передавать, а это значит, что вы можете создать свой куван. А у вас есть? Да. И, соответственно, то есть мой куван с моими учениками, он независим от дедушек, у которых посвящалась я. Но если у меня есть какие-то вопросы, касаемо моих учеников, как их вести или какие-то моменты, я всегда могу позвонить, написать и так далее, и выяснить какие-то моменты. Вам уже не обязательно я собрала. Потому что это было с вами, что обязательно только... На Гаити. На Гаити. Мы не про Гаити говорили. Гаити. Пойте на Гаити. Ну а дальше мы уже поехали в Африку в семью, и там уже как бы... Вот так это произошло. Но он... То есть вроде человека, рожденный в семье Буду, он... От меня подальше. Ну как бы он не особо. Все равно есть такая вещь, что люди боятся, и там они тоже боятся, потому что, ну, когда все это начинается продаваться, то есть может любой человек это взять и творить плохие дела. И в основном там люди, которые вот покупают что-то, там, фетиши какие-то или какие-то... Даже не инициацию проходят, они получают пакт. То есть какого-то духа, который на него будет работать. Но это же чисто кладовство. И они обычно делают зло соседам. Поэтому люди боятся. Если у тебя воду, ну, нет. А сама традиция, как бы, она традиция, то есть есть центр, такой мировой центр Буду, это Уйда. Это на пляже, где рабов отвозили, где ворота невозврата, может быть, вы видели, стоят. Ну, где рабов на корабли сажали. Вот это вот считается такой меккой Буду. Туда приезжают все, там очень много, как бы, вот этих куванов. И там как раз сидит и король Буду, и главный жрец Буду, да, Гохуно. Ну, то есть, ну, это такая вот мекка Буду, куда приезжают узнавать, узнавать. Очень быстрое обогащение. Вся молодежь взяла эти фетиши. Да, они сейчас ездят на Лексисов, но у них 10 лет. Плюс, есть фетиши, которые кормятся человеческой кровью. Соответственно, сейчас, это было, сейчас скажу, в 2018 году президент Талон начал выискивать всех и закрывать, потому что это уже нельзя. Ну, то есть, это убийство. Ну, понятно, да, то есть, это все нельзя. То есть, все, что касается, там, ну, пожалуйста, поклоняйтесь природе, там, что-то делайте. Ну, это, ну, есть определенные законы и государство, и нравственность, и вообще человечность, то есть, эти вещи делать нельзя. Ну, делают. Вы видели, допустим, что человек сделал какой-то ритуал, ему по этому ритуал остался мало лет, он действительно не может. Знаю. Я знаю, да, была такая история, когда человеку нельзя было делать определенные вещи магические, а он сделан. И молодой человек, который накачанный такой, то есть, спортсмен, он ходил в спортзал, он отнес жертвы на перекресток, пришел домой и умер. Хотя его мастер ему говорил, тебе это нельзя делать. Нельзя. Ему еще хотелось. Это на постсоветском пространстве. Это уже здесь. Это уже здесь, это вот наши русские товарищи, которые хотят все равно. Тут у меня информатор. Ну, че, а как эта игра? Как началась? Да. Началась, пожалуйста, сейчас. На... А, это Юля, что ли? Вы не Юля? Нет. А? Я сам с ней. Вы, похоже, у меня знакомый Юля. Может, вы ее сестра? У вас нет сестры Юли? Нет. Какая-то самая. Здесь мне не рады, похоже. Ладно, и поэтому Наталья. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Раз-раз, как слышно. Начинаем дзен-игру. О чем эта игра? Ни о чем. Кто играет в эту игру? Никто. Дзен-игра, на которую никто не приглашен. Дзен-игра не начинается. И никогда не начиналась. Никогда не начнется. И никогда не закончится. Дзен-игра существует перманентно. Какова суть дзен-игры? Суть дзен-игры чистый дзен. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Раздают, раздают арканы, прокачивают. Что, будем с вами играть? Давай быстрее, начинай. Посмотрите внимательно, какое тотемное животное... Нет. Ой. Камерка удела. Нет. Мы сейчас начнем тихонечку подсказывать. Это мифическое животное. Дракон! Нет. Я им накачала конкурс, придумала им конкурс. Видите, какой у вас крутой блогер. Если по арканам все совпадает, профессия совпадает. Допустим, вот здесь. По десятке это может быть торговля, по одиннадцатке это может быть любая физическая работа, может быть работа с животными. Может быть, в принципе, качество впахивать. Это в любой работе. Вот. По девятнашке это может быть общественная деятельность, политика, работа с детьми. Будем близки к реалиям. Допустим, человек сезонно ездит или ходит, да, там работать няней с детьми и там приходится много впахивать. Это вот прям самый низкий уровень. О, помните, это пройдет. То есть, когда вы на коне, не думаете, что так будет всегда и отложите себя на повтором чуть-чуть. Качать аркан, надо говорить. Не горите себя, что вы там летяне, удачник и так далее. Наступит тот день, когда вы не подскочите с диваной, а пойдете работать. И вот для этого, созданное наше пределание «Жить макет». Сейчас я... Говорит, все... Все... Что? Все... Нашел, что хотел... Ответ на вопросы... Проводника, что мы с вами нашли, скажите мне. Кстати, конфеты марсианка. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.